приветствую вас на канале москвичи без границ сегодня как вы меня просили мы в Алубке пляж черный бугор покажем какая обстановка здесь какие цены в кафе какие цены на шезлонги как сюда пройти покажем территорию зеленого мыса это все алубка в море выплыву покажу вам виды на айпетре которые отсюда открываются с этого пляжа шикарно а потом проедемся на Бакалею посмотрим цены и вы сами решите что лучше ялтинский рынок или все-таки Бакалея по своим ценам и по своему ассортименту так что оставайтесь на канале и не переключайтесь мы сейчас будем искать проход на пляж черный бугор по идее должен быть через зеленый мыс так что сейчас с вами все проверим и найдем так вот вывеска парк отель зеленый мыс кафе розмарин посмотрим если он работает какие цены там и пляж в ту сторону у нас с правой стороны как раз таки вы можете заметить это уже территория зеленого мыса парк отеля мы сейчас как раз через него пройдем здесь у них своя парковка есть но там ненамного автомобилей то есть машины ставим вот в той стороне все наверху где короче где только возможно видите для гостей проживающих парк отель парковка представляется бесплатно так если хотите поставить если есть места оставлять 200 рублей в сутки сутками считается с 8 до 8 вот на гостиничный комплекс тут кстати есть где-то по-моему сауна баня насколько я помню раньше по крайней мере было здесь парковка отель это пользуется спросом здесь много желающих отдохнуть потому что здесь хотя бы есть пляж я надеюсь он есть люди нам писали в комментариях то что пляж есть но единственно только остался один путь к нему добраться только через зеленый мыс потому что мы раньше ходили с правой стороны можно было через дикий пляж там пройти там есть дикий пляж и еще один пляж но на дикий пляж попасть можно а вот именно на пляж черный бугор попасть сложно так у них здесь есть вывески смотрите ресепшн шведская линия детская площадка домики аниматорская спуск морю прачечная вот если попадется нам шведская линия то конечно же посмотрим территория хорошая ухоженная среди территории сразу такая большая клумба и тут как раз таки как и круговое движение грубо говоря круговое движение и парковочные места видите все места заняты вот они сами домики вот здесь поэтажные снимаются все зависит опять же таки от квадратных метров вот и цена от этого конечно же тоже зависит вот шведская линия для всех то есть каждый может здесь покушать любой человек обед ужин стоит 600 рублей детям до 10 лет прием 1400 рублей завтрак 500 рублей завтрак с 8 до 10 обед с 13 до 15 ужин с 18 до 20 давайте посмотрим теперь по дням что здесь есть нажимайте на паузу и смотрите какие дни что подают то есть тут все расписано завтра какие ассортимент блюд и обед ужин то есть все по каждой неделе я вам каждый день покажу а вы уже нажмете на паузу и посмотрите когда поедете в эту сторону где вам покушать чтобы вам далеко не ходить то есть вы здесь покушали сразу можно дальше уже идти купаться то есть на еду предоставляется по два часа я считаю это нормально это и в принципе недорого за два часа можно покушать даже сейчас вон полная посадка и люди стоят в очереди сейчас завтрак у нас начинается свернить продолжается остается еще час завтрака эти газончик поливается все хорошо через территорию как вы видите можно пройти абсолютно свободно вот свободно проходите и прямо к пляжу даже на ноги попадает вот там есть лесные мангалы видовые мангалы вот в той стороне они как раз таки находятся давайте посмотрим вот не домики видите такие коттеджные домики разделены пополам там например на две семьи и все и можно отдыхать так давайте подойдем к видовым мангалом конечно же домиков видите много все в таком лесу стоит реально зеленый мысль друзья сейчас посмотрим где тут мангалы есть у нас и с этой стороны тоже видите домик вот здесь вот можно отдыхать вот нам мангал видите такой в камнях сделан и столик сразу и все с видом на ву на море а нам сейчас он туда сейчас обратно вернемся и туда вниз по лестнице уже пойдем на пляж с вами для леандр светильники стоят территория хорошая есть небольшая детская площадка с качелями такими качелями карусель качели на цепочках и улазил карака есть тоже теневая зона где можно посидеть и также можно он песочница поговорят здесь массаж делают и кстати массаж сейчас в работе тот берете массаж вот видите внизу сауна наверху шведская линия ресепшн спуск к морю все время спускаемся к морю держимся вот здесь правее и вот такие ступенечки идут на море у нас и есть даже тренажерный зал раньше его по моему здесь не было ну тренажерная площадка такая под открытым небом можно позаниматься даже поиграть в настольный теннис посмотрим можно ли просто зайти гости проживая могут посещать картин бесплатно так посещение платная видите площадке если вы здесь не проживаете цена не указано это надо узнавать на ресепшене то идем дальше смотрим какие виды у нас откроется сейчас мы выйдем вот на этот мостик такой с вами и пойдем по нему уже на пляж как раз всех уже догнал погода сегодня нелетная ветрено ночью тоже был сильный ветер ну штормик есть но он небольшой как бы нормально вода но немного грязновато с маской ластами я уже не поплаваю сегодня но ничего страшного подводного мира в нашем видео не будет но зато покажу вам этот пляж вы меня давно просили черный бугор пожалуйста все как вы просите пишите в комментариях так вот эта территория уже для гостей зеленого мыса здесь шезлонгами есть барчик где можно приобрести тоже освежающие напитки у них песочком тут насыпано и небольшая галька то есть вот так у них оборудовано такой выступ видовой идет сразу как бы на камнях а вот там справа тоже можно спуститься по зеленой травке по мостику есть лесенка можно сразу купаться в камне ну а сам пляж черный бугор у нас той стороне находится температура воды показывает 25 градусов воздух 30 и 7 попозже с вами измерим температуру воды посмотрим какая она на самом деле так здесь у нас жигулевская сидр яблочный сад короче 200 рублей за 05 жигулевская 150 белая 200 рублей все напитки охлаждающие и так далее начинают что-то от 150 рублей и выше нас на данный момент вот мы лежать и видите зелененькие полотенчики кто-то уже как обычно так за границей пришли кинули полотенце и шли наверно кушать чтоб место забить самое главное также вот там на пляже на самом черный бугор есть всякие палатки кафешки до них мы обязательно дойдем если что-то работает ну а вот сам пляж видите штормик бил недавно дня три назад как раз и и повыносил немного водорослей на пляж потому что здесь попадал попадали волны больше чем у нас на пляже в кастрополе я недавно вам снимал кто еще не подписан на сообщество вконтакте в телеграме то есть переходите там я снимаю stories все показывают можно следить за нами полностью грубо говоря онлайн потому что видео все равно выходит небольшим запозданием так что смотрите нас там там публикуем фотографии и много всего интересного тоже есть у нас на наших соц сетях людей посмотрите сколько сейчас на данный момент сегодня 13 07 у нас 13 июля время 9 утра вот сами смотрите я показываю вам место еще надо поискать но мы пойдем туда подальше там где песочек что полинка там могла побарахтаться немного это мне кажется волны даже немного поменьше что здесь волны сильнее но людей достаточно пока что для 9 утра я думаю сейчас попозже уже будет еще больше людей как обычно в принципе это бывает потому что я еще сколько раз вам говорю утром меньше людей чем все таки там часов 12 соберется намного больше людей и все уже будет отдыхать и пляжного места в себе можно будет найти с трудом так ну что покажу вам цены вот в этой кафешке которых ближайшие есть здесь прохладительные напитки также все от 150 рублей и выше есть вот только водичка помирали по 100 рублей горячая кукуруза 150 мороженое 150 такое мороженое вот продается 80 200 и 120 шезлонги устнал 300 рублей на целый день вот такая кафешка можно съесть в тенечке и отдыхать наслаждаться летним отдыхом есть дальше еще одно кафешка одна кафешка у нас посмотрим цены какие здесь написано крымские чебуреки надо узнать какие цены на чебуреки в этом заведении то есть вот здесь заказывайте и садитесь и туда наверх там может сидеть отдыхать есть менюшка сейчас мы вам полистаем нажимайте на паузу и запоминайте цены кафе называется пиратская бухта все ставьте на паузу и смотрите первые блюда основные блюда мангал есть пицца чебуреки чебуреки свиноговяжья 200 рублей микс 250 картофель фри 300 рублей пицца по 30 сантиметров от 600 рублей и выше напитки лимонады лимонады 450 миллилитров 100 рублей это который сами делаете лимонады а такой разлив а такого домашнего нету лимонады за лимонад это 450 за 100 рублей на разлив вот такие цены здесь будете знать вот так вот выглядит заведение то есть и вот с той стороны можно посидеть отдохнуть либо берете с собой и кушайте прямо на пляже но вот я говорю людей буквально прошло сколько минут 10 людей уже прибавилось на пляжной линии уже место практически занято около берега еще из-за того то что штор небольшой идет на к то есть береговая линия немного уменьшилась вот за счет этого берег стал поменьше и всем приходится немного так ютиться друг на дружке но вот лизаки все равно занимает 300 рублей в принципе это недорого это не на массандровском пляже брать от 800 рублей 1200 рублей кто не смотрел видео массандровского пляжа обязательно посмотрите у нас на канале зато посмотрите как здесь классно заход песочек прям как будто мы где-то уже в другом месте где в поторе опять и где-то за границей но здесь песочек это очень здорово можно так заходить в воду прям песочек впитывается сейчас наверное солимки попозже будем делать бассейн с ней как она любит потому что на таких волнах я не знаю как мы будем особо купаться вот но думаю ничего страшного поплаваем хоть как-нибудь алинка уже научилась у нас плавать покажу уже в другом видео когда будет вагой погода получше водичка поспокойней все вам покажу в конске четких тормит немного не знаю будет ли для нее комфортно купаться а вот он он сам черный бугор вот так он выглядит такая стена которого закрывает иногда тут скатываются камушки всякие различные потихоньку оползнем все равно происходит на этой горе вот и кто еще солнце здесь конечно же заходит раньше чем на других пляжах которые есть на южном берегу крыма потому что солнце садится у там вот и буквально пять часов все здесь солнце уже не будет будет тень вот но черный бугор мы открываем подальше одно специально ласты чтобы подальше от плыть что полны не так сильно мешали вот он опять зеленый мыс его некоторые домики пляж зеленого мыса там той стороне дикий пляж и вот он пляж черный бугор выглядит такой большой вид на айпетры когда вы плываете подальше в мой вид конечно здесь потрясающий как я говорю то что здесь такой небольшой песочек детям конечно здесь очень удобно заходить в море плескаться ну а дальше заход в море идет по-каку-то а вот 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 такая вот частота воды это мы сейчас далеко от берега конечно вода мутная за счет своего песка и за счет того то что идет волнение небольшое и снова одна мутнее но здесь одно тоже интересно есть что посмотреть здесь тоже много всяких маховиков всяких камней где можно поплавать с маской понаблюдать за подводным миром в олупке но вид на петре конечно вообще как на картинке друзья кто здесь был ставьте лайк пишите комментарии конечно же как вам этот пляж насколько он вам сильно нравится на то что я вам говорю здесь вода как раз видите мутная видно даже прямо разделение вот а вот вода до той стороны мутная дальше идет чистая прозрачная водичка так ну что вот здесь вот в этой стране где камни туда вот дальше видите здесь практически людей нет но мы с вами сейчас пройдемся дальше вплоть опять до всех кафе где есть из лонги то вы увидите сколько людей на пляже эти можно вот так вот прогуливаться стекарно спокойно вот по такому мягкому песочку он крупноватый оседает быстро но прогуляться по нему комфортный конечно же чем на гайке или по гальке по камням и вот людей уже на 10 часов утра уже прибавилось уже становится намного больше кто-то тоже берет с собой небольшие палатки чтоб как ценевую зону использовать зонты некоторые ставят некоторые нет потому что все таки ветер идет и зонты ломает вот здесь уже прям пошел мелкий посмотрите какой песочек остаются даже следы можно что-то написать полежать пофотографироваться на песочке что тоже очень прикольно и вот сколько людей уже на пляж на береговой линии прибавляется с каждым даже не с каждым часом с каждые полчаса прибавляется гораздо больше людей уже с матрасами пришли с кругами людей прям хорошо так он посмотрите сколько людей в воде уже плавают и это только 10 утра я говорю дальше будет еще больше по-любому людей ближе к 12 будет здесь уже аншлаг и место себя точно не найдете уже сложновато место найти себе но еще можно конечно же не так много остается на самом деле вот здесь уже вот такой песочек видите такая мелкая мелкая мелкий камушек то есть там был песок а здесь мелкий камушек но здесь людей больше потому что здесь сразу идет спуск с пляжа и здесь как раз эти люди больше останавливаются потому что чаще всего людям лень пройти чуть дальше и все будут лететься здесь на головах друг у друга нежели пройти чуть подальше как это делали мы так то что водичка сейчас померил водичка 26 градусов по лупке на 13 июля 2024 года так ну что друзья время 11 часов утра уже и волна моря чуть всех сдвинула уже ближе к бугру волны поднялись такие хорошенькие мы прям вперед уплывали там качает нормально даже видно здесь какие уже волны пошли то есть погода моря немного разбушевал на данный момент теперь будет еще успокаиваться наверное дня два если еще сильнее не разбушую все но волны прям накаты иногда бывает про хороший вот смотрите какая волна хорошая волна вот волна такой штормик-штормик начинается часом море все усиливает свое волнение меня сейчас вообще достанет вот хорошая идет впереди волна камера конечно так сильно не передает но волны прям хорош кто любит покататься на волнах то сейчас как раз таки может если еще не усилить уже будет не докатание на волнах видите люди все сместились потому что волна всех вот так вот накрыла и мы тоже сдвинулись потому что мы сидели где-то вот здесь и теперь мы туда-то двинулись в ту сторону ну вот видите куда уже люди все сдвинулись от берега все сдвинулись сюда вот поближе вернее подальше от воды потому что волна идет накатом прям таким хорошеньким но людей как я вам и говорил к 11 12 часам уже прибавляется уже много людей все занято шезлонги практически все заняты вот эти только остались и кафешки тоже люди сидят все покупают так ну что многие даже не многие некоторые просили подсказать цену на бакалеи вот это бакалея розничная торговля здесь как можно оптом закупиться так и чисто для себя тоже заехать купить здесь тоже есть и овощи фрукты мясо всякие чистящие средства короче все что будет попадаться под руку в каждый магазин ларек я заходить не буду потому что здесь их довольно таки много но вот многие для кафешек и ресторанов закупаются здесь так в принципе цены на уровне с ялтой с рынком вот то есть разница особо я не замечаю давайте тогда с вами пройдемся и посмотрим все цены которые здесь есть здесь есть магазин цена чист масло подсолнечное какое-то непонятно золотой кувшин 1 литр 90 рублей энергетический напиток 50 рублей раз мы пройдемся есть рыбный магазин есть мясной магазин и все с вами посмотрим какие расценки на 12 июля 12 июля бакалея находится она напротив этого орегон он там желтое здание и там же где орегон есть магазин без цен ну давайте зайдем в первый магазин это будет у нас рыбный посмотрим цены какие на рыбе креветка черноморская 580 все нажимайте опять же на паузу и смотрите цены королевская такая креветка под 870 мидии 550 северная вот креветочка 360 очень маленькая аккуратная нормальная цена есть много замороженной рыбы все нажимайте на паузу смотрите и решаете где дешевле две дорожки на ялтинском рынке или здесь выбор большой рыбы очень большой выбор реально также есть вот такие даже осьминоги он по 950 рублей и стояки тунца также есть и цвет кефаль по 500 рублей и кефаль лобан тоже по 500 рублей цены нажимаете пеленгас 350 в принципе везде цены дают такие же одинаковые горбы 1100 выглядит и камбала 350 рублей есть еще форель осетинская тысяча рублей это мы с вами прошли первый магазин рыбный дальше пройдемся по овощам и мясу то есть выбор большой тут местных всяких магазинов разных если такие вот павильоны местные стоят есть такие куда надо заходить уже вовнутрь но мы пройдемся вот по этой части на той стороне есть еще всякие хостовары и так далее давайте посмотрим цены на баранина баранина вот 850 800 рублей фарш бараний 750 рублей за килограмм 600 рублей 550 все опять же нажимаете на паузу и смотрите говядина вот 590 615 495 рублей 720 рублей есть и курица 225 есть 285 суповой набор куриный 55 крышки 240 более 220 бедра без хребта 285 такие как раз на шашлык хорошо грудка 365 это на пеле бедра индейки 575 грудка индейки 535 рублей также есть вот еще колбаски гриль султанский говяжий 550 рублей за килограмм и есть ханские бараньи 550 рублей тоже за килограмм вот такие расценки в этом павильоне можно доехать до но на общественном транспорте спокойно вон автобус как раз на веску изъялка можете спокойно доехать или на такси на такси кстати будет не так дорого вам добраться чтобы попасть именно сюда в этот магазин да здесь есть шашлык с собой холодный чай или кебаб и лаваше на углях вот это сырный магазин такой довольно таки крупный вот есть мясной магазинчик ваш мясной вот тут какой-то новенький по моему или вопрос так сделали до название поменяли элемента 450 рублей у вас есть 350 рублей сырные палочки 500 рублей это заморозка кости для животных килограмм 150 есть по 10 есть по 50 лист обрис по 70 и каркасы по 60 также смотрим бедро здесь бедро покрупнее 295 рублей более 265 окорочек 265 сердце 400 причем 250 желудок 119 филе бедра индейки 550 уже стоит курочка 245 свинина шея 565 рублей 6 лопаткой 360 рублей это конечно больше на шашлык пойдет пожарная такая хорошая балок 340 антрикот 310 фарш куриный 360 свиноговяжий 440 а даже просто 600 рублей легкая 200 и колбаска свина 450 есть язык 1000 рублей и баранина тоже называйте на паузу и смотрите цен есть сало по 550 курдюк 800 грудина 500 мякоть 720 рублей так вот такие цены здесь сейчас я хочу кстати узнать насчет угля почем сейчас такой березовый уголь потому что этот уголь самый прикольный я вам тогда на стриме показывал им я только пользуюсь сейчас я узнаю сколько такой уголь стоит уголь у вас сколько стоит 600 рублей такой большой мешок для вот смотрите здесь стоит 600 рублей уголь валутки такой мешок 900 рублей вот разница можно два взять сразу на 1200 так что возьмем обязательно и возьмем еще сегодня здесь шею овощей немного и и купим еще по любому филе бедра индейки так есть здесь алкогольный магазин где я большой выбора алкоголя не знаю можно ли будет снимать именно там или нет посмотрим с вами увидим давайте сейчас в сыр еще зайдем магазин бурлюку там называется о-о-о-о каскад сырный магазин здесь большой выбор сыров различных можно здесь любой стеку все нажимайте тоже на паузу и смотрите цены сыра много командиры с плесенью можно взять и вот такие вот такие различные обычные сыры тоже и также еще 100 странных сыр различных пози 1535 рублей стоит за килограмм 800-600 рублей сырочки есть из козового молока выдержка один год-два месяца монарх какой-то крымских луторов 3500 за штучку можно такой тоже взять парковка здесь на территории бакалеи бесплатно это заезжайте но место надо найти выходной здесь вообще кто выходной поедет сразу готовьтесь к тому то что место будете долго искать будете по кругу ездить и не факт что найдете вот нам магазин бурлюк где можно купить как раз таки алкоголь очень большой выбор алкоголя в этом магазине так вот нам магазин бурлю где как раз таки можно закупиться алкоголем многие сюда приезжают сразу покупают коробки цены все представлены цены нажимаете все на паузу есть как граньяк так и ром и виски и элитка есть которая стоит и по 30 по 40 тысяч или . вот то есть стране стоит все как сейчас вы можете наблюдать есть очередь очередь здесь постоянная потому что я еще раз говорю здесь покупают сразу ящиками коробками все закупают и 450 севастопольская и шампанское то есть много в магазине вы не найдете здесь практически вся линейка всех марок все представлено также вот алма вали есть венок у 550 типа сейчас по скидке идет а так 800 рублей есть и водка любая тоже такую хотите цены давайте покажу вам чуть поближе чтобы вы понимали какие цены здесь архангельская архангельская завод настойка это неплохо такую настойку пробовал водку я уже давно не пью но настойку рекомендую хорошие так вот есть такая массандра такая лучшая седьмой небо к ненази галит сверст от 10 рублей москотель 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 410 со скидкой малага массандра стоит 1150 бастарда все цены вам представлены есть в некоторые моменты некоторые позиции реально вот скидка которую прямо видать разбирают хорошо сейчас немного скидываю либо может быть осталось маловато конечно лакрема кристи здесь стоит 670 рублей в магазине на набережной ялки его крема кристи идет где-то порядка 850 рублей что ты понимаешь расценки и так же вот есть тоже еще различные напитки это вино бельбель у себя говорю такого в обычных магазинах вы мало где найдете сюда приезжайте выбор здесь большой и самое главное что здесь еще вам хорошо посоветуют все разбираются есть вот солнечная долина меганом как у свиньем и есть еще у нас здесь где-то было черный полковник и все в этом дух я на сейчас стоит не вижу перенесли куда-то в другое место вот коньяки если хотите еще вот раз может посмотреть видите листами за 900 можно и за восемь с половиной купить 35 лет выдержки кизлярский веку тескань старый кахетти 850 мис хор 650 670 рублей есть мис хор иксо 850 рублей дюльбер и старейшина то то есть вот такие вот расценочки на винную алкогольную продукцию вы сами посмотрели но есть такой момент то что можно иногда купить не только здесь по нормальной цене но в бесцене бывают скидки еще более крупней но это надо выжидать искать и так далее раньше здесь вот не было скидок этого только сейчас я увидел до этого когда мы здесь жили скидок не было никогда вот цена была чуть чуть дешевле но иногда бывало в соседях там или в пуде можно было все равно дешевле купить когда именно проходит дальше здесь есть кондитерские изделия здесь ведь уже даже небольшая пробка такая собралась есть амбара плава розничный магазин готовая химия вот там тоже представлено здесь авокадо написано магазин овощи фрукты все здесь тоже можно взять по нормальным ценам вся два рубля картошка стоит это уже все поближе продам посмотрим морковь 58 рублей кукуруза 45 рублей одна штука перчик такой 450 рублей огурцы 95 кабачок на ровце тени 42 рубля фасоль 155 вот такие помидорки 380 245 рублей через 320 рублей также здесь есть и крупы крупа вот такие развеску берете сами высыпаете сколько вам надо но крупы есть абсолютно как вы видите все тоже что вы можете в магазинах не найти то здесь по-любому это будет ну и причем нормального качества персики и нектари на поделить 190 220 абрикос 185 слива 165 виноград 420 рублей любую виноград 420 инжир 320 мектарина 220 малина килограмм 680 черная осмородина 680 красная осмородина 550 гребика 650 слёкла 35 старая морковь 42 ялтинский лук 125 вот такие расценки дальше идет у нас в магазин с водой с различные там газировками газировка соки пива тоже можно у каурской стране взять и здесь тоже клеткам падали поворачиваем дальше вот мы проходим практически это я вам показываю обзор всей бокале и но не заходя в каждую палатку показываю только именно некоторые места где в принципе мы тоже если едем иногда покупать вот здесь пошли уже всякие хозяйственные принадлежности также тут можно купить из стулья сумки подушки одеяло банки всякие поварёшки все это есть искусственные цветы уголь опять и и вот там все эти шампура кастрюли все 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 что вам нужно бумага туалет на банки растения все тоже здесь есть на этом рынке все это имеется в любых количествах даже вот есть растения продают всякие саженцы различные многие палатки уже сколько лет работают как бы и нормально но некоторые палатки видно то откроется закроется откроется закроется вот зоомагазин кому нужен тоже есть вот в этой стороне как раз таки и еще зоомагазин есть там дальше внизу в магазинах можно оплачивать как картами так и наличкой но здесь лучше большинство случаев брать с собой наличку все-таки вот и сюда видите мы уже обошли он орегон как раз виднеется это строительный магазин там двери плитки кафель умывальники все такое продается здесь вот тоже уголь туалетка банки склянки различные его здесь тоже можно припарковать но я говорю еще раз это сейчас не так много машин пятница завтра здесь будет вообще ажиотаж по-любому тоже вот там вот есть где можно матрасы купить ковры и так далее различные сахар продают вот сразу килограмм 15-20 килограмм сахарный песок килограмм 69 рублей написано на вывеске наполнитель хава файбер всякие коврики и шторки и подушки опять же я говорю целая целая куча всего что только хотите давайте зайдем сюда в местной посмотрим здесь цены какие представлены у нас вот шея свиная с лопатки 360 мягок 320 шея чистая 565 вырезка свиная 460 рублей стоит 310 ребра 300 колбаса куриная краковская или бедра на цены видите практически в каждом магазине они все один плюс минус 10 рублей буквально а тут уже выбор за вами потому что вы придете в один магазин если там будете чаще покупать то вам уже как раз таки будут говорить где посвежее где мясо не стоит брать не очень например так цена чистая я вам показывал машина у нас там осталось а мы проходим в нижний ряд здесь тоже есть парковка есть канц парк пакеты одноразовая посуда все это продается и вот здесь зоомагазин с хорошим большим выбором и кстати цены там приемлемо когда и рыбам форм покупали собаки тоже покупали все брали здесь танц парк вот так выглядит от здоровой огромный бытовая парфюмерия косметика скидка видите сегодня все 20 процентов видео магазин и как-то так называется не знаю так здесь тоже он овощи продают и сейчас еще один магазинчик зайдем с овощами посмотрим цены там вот он главный въезд и то есть едете по кругу то есть вот так вот от часовой стрелки против часовой стрелки вернее заезжаете и все то есть влево вправо то есть до кирпич в ту сторону видите вот так вот и заезжайте в любой ряд который вам нужен рыбу мы с вами уже видели мясо видели здесь тоже видели вот часу туда зайдем по прямой фрукты посмотрим цены какие там представлены у нас на овощи фрукты зелень и так далее так вот персики абрикос 180 кишмиш 400 лимонный 150 нектарины 160 черешни 250 груша 250 тоже виноград вам 450 есть и 400 рублей персики 250 черешни вот крупная сладкая 480 перцы по 250 помидоры 180 авокадо одна штука цены не видно перцы вот по 100 по 120 помидору баклажан 100 кабачок 60 рублей зелень редиска огурцы здесь по 80 рублей такие помидоры по 90 картошка 55 лук 35 а вы на самом деле скажите свое мнение где дешевле на ялтинском рынке центральном или на бокале я разницы особо не вижу но мне кажется на ялтинском рынке будет подешевле по крайней мере по овощам фруктам сто процентов ну что друзья надеюсь мое видео вам как обычно было полезно интересно многие просили показать черный бугорд вот он он во всей его красе так что не забудьте подписаться на наш канал поставить палец вверх и пишите комментарии до новых встреч пока